Итак, в этой серии. Наконец-то, ребят. Боже, я волнуюсь, а волнуюсь. Вторая ошибка, это то, что смотрите, где у меня находится конус. Он был здесь, а уже там. У меня нет времени брать, покупать, арендовать какие-то там чуковщики и так далее. Надо это все сено бегом собирать и ложить в сарай. Это, походу, вообще просто худший день в моей жизни. Всё, не могу. Ну, хотя бы у меня есть Урсус. И всем доброго времени суток, уважаемые друзья, мы продолжаем прохождение фермы Симулятор 19 на карте Николаевщина, 7 выпуск. С вами, как всегда, Артём, в роли Алексея Карпина. Начинаем. Итак, кстати, первым делом хочу ваше внимание пройти на то, что, наконец-то, это все дело сено высохло немножко, я проворошил до конца и собрал волки, грабельками. То есть, я решил не заморачиваться, не арендовать и покупать никаких механизмов, оборудований и так далее. Просто храблей взял и всё. Зарёб, конечно, это занял довольно-таки продолжительное время, целый день этим занимался. И сейчас мы, ребята, наконец-то направимся на сдачу на права. Да, я уже побрился, помылся, сейчас покупки оставлю. На 2000 в магазине скупился. Фух, наконец-то. Жара-то какая? Вроде бы уже осень, но всё равно жарко. Так, оставляем бакеты и можно уже начинать идти. Так, трактор я помыл. Хотелось бы появиться перед людьми всё-таки на новом красивом тракторе, а не каком-то грязном грязи и так далее. Всё-таки додумался взять ведро обычное и помыть. Фух, наконец-то. Можно направляться, сейчас заводим и едем, наконец-то, потому что нас уже ждут. Скоро 10 часов можно уже начинать сдавать, а я ещё не приехал. Поедем мы всё-таки на тракторе, конечно, не на машине, машины у нас нету. Будет довольно интересно наблюдать такое зрелище. Фух, кстати, здорово, я толком не помню, мне как-то объяснили. Ну, надеемся, мы это всё дело найдём. Фух. Так, как же я устал от всего этого. Надо мне взять перерыв, потому что то дома работаю, то у дяди, то ещё чем-то занимаюсь, постоянно какое-то занятие. И да, я не буду, наверное, проматывать, потому что мне есть о чём вам рассказать. Первым делом, это то, что, как мы помним, в прошлом выпуске я вам показал курятник. Да, вот на ваших экранах как раз это курятник, который я вам показал в прошлом выпуске. Кстати, кто не видел прошлый выпуск, подсказка вверху экрана. И следующее. Что из этого получается, я посоветовался, поинтересовался, да, на это всё обойдётся мне в 17 тысяч. То есть кирпичи, черепица и так далее. В принципе, эта сумма мне по карману, потому что я смогу всё-таки эти деньги взять из зарплаты, которые мне дядя должен выплатить в следующий месяц, скорее, ну, через неделю. Всё-таки куры, это довольно такое дело хорошее, я считаю. Во-первых, это мясо, во-вторых, это яйца. Второе, что я вам хотел рассказать, это то, что дядя в следующем году планирует сделать новую базу. То есть у него в этом году довольно такой прибыльный год получился, урожай собрался хороший. С трёх полей он собрал подсолнух, ячмень и союбобы. Это всё ему обошлось в довольно такую хорошую сумму. То есть получилась хорошая прибыль. Вторым, он хочет взять кредит. И, в-третьих, продать ненужную технику. Во-вторых, на зиму, как бы, уже зарплату платить не придётся, пай раздал и так далее. То есть в следующем году у него будет достаточно средств, чтобы организовать новую базу, новую технику. На смену трём старым тракторам, ЮМЗ, МТЗ и, как это называется, Т-150 ХТЗ. Он собирается взять новую какую-то технику, допустим, много старых заменить на, пусть, одну-две на новую. И это же, конечно, будут новые поля, новая техника, новая база и новая работа, конечно же. И третье, на фоне всего этого, то есть местная власть, как бы мэр и люди, и предприниматели, владельцы магазинов, автошколы и так далее. Это всё подметили, заметили то, что наш район, село Шевченково, поднимается, у нас развивается сельскохозяйственная промышленность и так далее. Они видят то, что нам это всё интересно, у нас вот мой дядя уже, кстати. Если хотите, чтобы я вас с ним познакомил, ставьте 20 лайков под этим видео и я с ним вас познакомлю. К чему я вёл? К тому, что это всё заметили, заметили то, что это выгодная такая отрасль, то, что у нас это развивается и у нас, наконец-то, закупили в магазин новую технику. Кстати, её выставили снаружи, то есть у нас уже магазин не просто как посредник, то есть заказал и вам её привезли, а то есть он уже серьёзно на это взялся, то есть выставил технику, чтобы люди смотрели, то есть интересовались и, как бы, заманивались в магазин. Во-вторых, это у нас всё-таки открыли возможность сдачи на права на трактора, на категорию Д и так далее. И вот как раз я узнал об этой автошколе и сегодня попробую сдать на права. Вот уже мы подержаем, кстати, вот, по-моему, этот погрузчик, который я буду сдавать. Наконец-то, ребят. Боже, я волнуюсь. Я волнуюсь, ребят, я всё-таки пробовал на погрузчике ездить. В принципе, умею и мне ещё не прошло два месяца спустя сдачи на категорию Д, поэтому у меня, в принципе, все правила я знаю и можно уже просто сдать практику сдачи на погрузчике и так далее. Давайте за лучшим трактора и пройдёмся посмотрим, что у нас имеется. А потом я уже схожу, договорюсь обо всём и попробую всё-таки сдать. О, господи, что это такое? Стрёмно немножко. О, это, кстати, похоже, погрузчик на тот, который мы видели в магазине. И я так понимаю, то, что эти все поддоны придётся как-то с ними работать на погрузчике перемещать, я так понял. Судя по этим конусам, кстати, что интересно, какие-то иностранные надписи, я так понял, у нас не было каких-то русских обычных покупные, бэушные. Ну-то ладно. Я так понимаю, это всё придётся перемещать. Ну, в принципе, по кругу ездить не придётся, я так понял. Уже хорошо. Так, ну, в принципе, посмотрим. Пора идти, кстати, это всё дело обсуждать. Кстати, никого нет, это странно. Походу, я единственный. Ну да, действительно. В нашем районе мало кто интересуется такими вещами. Хорошо, ребята, я сейчас схожу в офис, всё обсужу. Возьму нужные документы, ключи от погрузчика, обсужу, можно ли вообще сегодня сдавать. Может не получится, может получится. Хорошо, ребята. Я сейчас схожу, всё обсужу и вернусь к вам. Так, ребят, можно начинать. Я взял нужные документы, взял ключи. Инструктор будет уже за мной наблюдать. Сказал начинать 10.05. То есть у меня осталось полминуты подготовиться, успокоиться. Как оказалось, это не сдача на права, на какую-то категорию. Это просто сдача на получение удостоверения водителя погрузчика. Кары. Мне даже немножко стыдно. Давайте уже сядем, привыкнем немножко. Господи, как всё здесь сложно, непонятно. Так. Я проехался, попробовал. Да, всё вроде правильно. Кстати, в чём сложная задача в том, что мне надо эти все 6 поддонов, 6 палеток переместить туда, ровненько, красивенько сложить за 15 минут. Вот первые 3 поддона, знаете, отверстия побольше. Кстати, уже надо начинать. Всё, поехали, ребят, поехали. Так, 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 у меня 15 минут всего лишь. Так, сюда. Как дальше? Что делать? Так, вот так вроде бы. Всё, разворачиваемся. И едем. Первые 3 поддона, отверстия побольше в поддонах. Дальше ещё меньше. А третьи ещё меньше. Это будет очень тяжело. Во-вторых, Первый ряд поддонов лёгкие, практически с дерева. Вторые уже жидким удобрением потяжелее. И третьи вообще зерном набиты. То есть, их тяжелее будет поднимать. И это всё... Очень сложно будет. Вот вроде... Вроде оно только и наехал вилами на... Лапами вил на этот поддон. И хотя бы не зацепить эти конусы, потому что это тоже как бы нарушение. Ты реже усыпил, и всё. Всё, ребята, я ускоряюсь и начинаю выполнять задания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Наконец-то я вроде бы успел даже за 10 минут. Всего лишь 10 минут. Мне не верится. Так, наша задача теперь отогнать Этот погрузчик на парковку И возвращаться Так, вроде бы туда надо ехать Сейчас, ребятки, бегом-бегом-бегом-бегом Надо виллы поднять Проблема заключалась в том, что у меня виллы постоянно пирали в землю И у меня виллы грязные Я надеюсь, это не получится как за ошибку Вот так вот Так-так-так-так Оставляем И... Чуть меньше 12 минут Отлично, ребят Всё, глушим и выходим Ура, ребят, по ходу я сдал Наконец-то мне будет удостоверение погрузчика Ребят, ура, поздравьте меня Сегодня кто-то гипит шампанского Так, ребят, давайте я поделюсь с вами эмоциями То есть, что как получилось Я получил всего лишь 2 из 3 ошибки Это первое, то, что я вцепил этот большой поддон с жидкостью И продавил его вперёд Немножко зацепил этот маленький поддон с зерном Вторая ошибка, это то, что Смотрите, где у меня находится конус То есть, он был здесь, а уже там Ну, в принципе, это не особо важно Потому что её не сцепял постоянно Случайно запёр туда Ну, в принципе, это как бы одна ошибка И да Как оказалось То, что эти поддоны маленькие Они лёгкие и большие ответственности То есть, виллы легко загонять Потом идут ответственности поменьше То есть, здесь виллы уже надо как бы аккуратнее загонять под низ А эти вообще То есть, ответственность здесь маленькая То есть, как бы сложно заключалось в том Что, чем дальше поддон стоит Тем он будет тяжелее Тяжелее его будет перемещать Но Странно Это было наоборот Потому что деревянные поддоны Как бы они по вилам плохо шли То есть, цеплялись за виллы И мне тяжело было их ставить То есть, когда выезжаешь виллами Из-под поддона То есть, виллы цепляют дерево И тащат поддон за собой А эти железные Было наоборот проще Потому что Железо гладенькое И гладенькое шло по виллам То есть, их было легче снимать И просто у меня эмоции шикарные Это было очень круто Погрузчик оказался мне неизвестным То есть, я вообще на таком еще не работал Но Удивительно Это было довольно легко Потому что Техника новая Все отлично работает Все подогнано Все круто И все Я уже могу идти Получать свое удостоверение Правда, сейчас пару тысяч точно потеряю Но зато у меня все будет уже готово Да, ребят После получения удостоверения Нам нужно бегом ехать домой Потому что дождь начинается У меня сено сохнет Это не знаю, как Либо просто запилять Комками в Сарай Либо не знаю, что делать с ним Потому что скоро дождь После четырех часов утра Как оказалось По поводу в телефоне Я не знаю У меня нет времени брать Покупать, арендовать Какие-то там Чуковщики и так далее Надо это все сено Бегом собирать И Ложить в сарай Все, ребят Я побежал Бегом Меньше болтовни Да что же это такое, ребята Все-таки я опоздал Дождь начался Пока я это все получал Я весь промок И у меня проблема То, что у нас сохнет сено Вернее, сохло Господи, какой ливень Даже небо не видно Ничего Даже дымка стоит небольшая Я весь мокрый Что делать, ребята У меня сено тупо сейчас Все промокнет Станет сырое И, возможно, потом Скниет Я не знаю Тупо все зря К сожалению, ребята Все зря Я не знаю, что делать Ладно, давайте поедем Может, что-то еще успеем Будем направляться домой Возможно, сможем Потом его переворошить Если дождь будет недолго Мы ее перепорошим Заново пусть высохнет Надеюсь, все будет хорошо Потому что нам нужна сена Это как бы заработок Это деньги Мы потратили еще 3000 рублей Хотя вообще Вообще сейчас уже не до денег Я не знаю, что делать, ребята Давайте заводить трактор Господи Хотя бы есть все это дворники Все, можно ехать домой И сейчас трактор опять будет грязный Это по-любому Так, надеюсь, никто не против Никто не видит Хотя бы застверение получил Все, можно возвращаться домой, ребята До встречи Нет, ребят Я все-таки не хочу сдаваться Сейчас, наверное, хватаю Все наворошилки И разгребаю это все дело обратно Эти волки Господи Хотя бы успеть Чем раньше, тем лучше Давайте через реку поедем Не знаю, может, проедем Где здесь сброд Я не помню Надеюсь, проеду Хотя бы не захлебнуть Ребята Это, походу, вообще Просто худший день в моей жизни Я утопил трактор Здесь был бы вроде где-то Но его, походу, нет Либо вода поднялась Что это такое? Надо плыть к берегу Господи Мы утопили Мой МТЗ Это длинный Боже, это худший день в моей жизни Ну что я здесь за человек Это просто Меня дядя убьет Это просто Я не знаю, ребят Что делать Меня убьют Это подарок дяди Господи Сено намокло Я просто Я просто Все Не могу Ну хотя бы у меня есть Урсус Я промок до нитки И дождь, походу, надолго Потому что Уже полчаса лупит Я не знаю, что делать Я весь мокрый Это просто ужас, ребят Что делать? У меня была идея Это прицепить эту сушу Серноворошилку Разворошить его все на ходу Хоть лучше стало, наверное Может хватить этот курсус Но я и навряд Он поедет Довайте болен без окон Я еще хуже промокну Заболею И будет еще хуже Ничего, ребята Может быть и худших Хотя куда хуже У меня трактор утоплен Господи, ребят Что делать? Я не знаю Ладно Буду просыхать Дожидаться окончания дождя Возможно Прицеплю эту ворошилку Разворошу сено Потому что Это просто день На который я смогу восстановить Этот Ее МЗ Или как их его называют Ничего Достанем Как-то вытащим Как-то прицепим И вытащим, ребята Ладно На этом буду заканчивать Всем спасибо за просмотр Обязательно ставьте лайки Комментируйте Подавайте свои идеи Обязательно комментируйте Если вам интересно Подавайте свои идеи Это важно Потому что вы поможете Продвинуть Эту РПИ-историю Эти видео И нас будет больше Всех благодарю за внимание И до встречи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова